Это сейчас игроки юниорской сборной России по хоккею с мячом тренируются друг с другом, а уже в пятницу им предстоит сразиться со спортсменами из других стран. На льду ребятам младше 19 лет, и среди них есть три красноярца, которые попали в нашу команду. Все настроены только на победу. Наши соперники приехали сюда, как отмечает пресса, тоже за первым местом. Первое место одно, и мы приложим все усилия, и даже сверх того, чтобы те традиции, которые долгие годы мы в хоккее с мячом поддерживаем, остались на прежнем уровне. Среди наших соперников сильнейшие сборные мира – Швеция, Норвегия, Финляндия и Казахстан. Все сыграют друг с другом, после чего определяются команды, которые разыграют медали турнира. Болельщиков ждут три насыщенных хоккейных дня. Полное расписание матча можно найти на сайте универсиады. Такие соревнования мирового уровня позволят протестировать работу спорткомплекса перед студенческими играми. Самая главная оценка – это наши гости, когда приезжают не только представители сборной России, но и самое главное – это еще важная оценка иностранцев, когда приезжают и говорят, ну мы не ожидали, что у вас в центре Сибири есть такое, такие современные объекты в черте города Красноярска. Вам просто повезло. Но это понимание к нам придет точно после универсиады. Увидеть хоккейные матчи красноярцы смогут с 25 по 27 января, причем совершенно бесплатно. Для этого в кассах стадиона Енисей необходимо получить специальный флайер. А вот попасть на игру за третье место, а также на финал, можно по билетам стоимостью 100 рублей. Кстати, на личных автомобилях спорткомплексу не пустят. Болельщиков просят приезжать на городских автобусах, либо на бесплатных шаттлах, которые будут курсировать от остановок ДК «Первое мая» и «Нефтебаза». Ярослав Цымбал, Максим Галат, Енисей. Новости.